Вы скоро увидите поражение России. Если российская власть себе не изменится, хотя бы частично, то мы эту войну не выиграем. Августовско-сентябрьская военная кампания, сражение за инициативу оказалось вооруженными силами России проигранным. Друзья, всем привет. И хочу сказать, что, знаете, конечно война продолжается, это тяжело. Сегодня утром я проснулся от того, что совсем недалеко от моего дома, буквально в нескольких сотнях метров, был нанесен удар дронами камикадзе, вот этими иранскими. И это было слышно, и это было ощутимо. И, конечно, это не самое приятное утро, в такое утро. Но, друзья, все это потуги такие, знаете, агонические. Потому что, как вы слышали, и как вы сейчас услышите, они сами уже говорят о том, что их ждет военное поражение. И у нас есть отличные новости о том, как мы продолжаем уничтожать их, на самом деле, лучшую технику. Ну, а и как идет их мобилизация, этот цирк на это смотрит весь мир. Сейчас обо всем об этом расскажу вам подробно. А вы подпишитесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Здесь все из первых рук. Самое актуальное. Для вас это полсекунды, а для нас это важно в нашей информационной войне. И не забывайте про сбор на антидроновые ружья. Мы его уже, собственно говоря, близки к окончанию. Я надеюсь, что буквально пару дней вы еще можете успеть присоединиться к этому сбору. Это важно против этих дронов. И вы видите, что они этими дронами активно пользуются, разными дронами. И вот сейчас ударили опять в очередной раз по Одессе. Ну, это реальность, а нам нужно ей противостоять. Друзья, поехали. Итак, начнем с хороших новостей. Мы вчера уничтожили 4 российских самолета и 1 вертолет. Причем какой? Ка-52, их типа самый лучший. И самолеты 1 Су-25, 2 Су-30 и 1 Су-34. Их там суперсовременные самолеты за огромные деньги. Все это подтверждено на видео, как мы сбиваем их, уничтожаем. Ну и, конечно, таких потерь они в шоке. Ну, поверьте, 4 самолета, в том числе 3 самых современных, потеряют за день. И сейчас, как вы видите, никаких там супер таких, да, больших боевых действий не происходит. Но это очень и очень значимо. И, конечно, их эти потуги в ответ ударить по мирному городу, по Одессе, вот этими своими шахидами, дронами, или по Запорожью, или по Кривому Рогу. Ну, они, конечно, неприятны, но не идут ни в какое сравнение с тем, какие потери наносим им мы. И поэтому выпался опять Стрелков Гиркин. Пока он все до Гаги не доберется, там-то он прекратит вещать. Но пока еще вещает, и опять рассказал, что ЗСУ наступает, что у ЗСУ современное оружие, и все плохо у них. Послушайте. Августовско-сентябрьская военная кампания, сражение за инициативу оказалось вооруженными силами России проигранным. Вооруженным силам России пришлось полностью оставить очень большую территорию, полностью территорию Харьковской области. Потери понесены, трофеи противника немаленькие. ВСУ потеснило наши войска, в том числе под Херсоном, в Херсонской области. Они сумели взять целый райцентр, и там до десятка, до дюжины населенных пунктов помельче. ВСУ успешно наступают, ну, плюс медленно, но относительно успешно наступают на территории Луганской народной республики. Действительно у нас хорошее современное оружие, и у нас солдаты, которые понимают, за что сражаются. А у них вот эти мобилизованные, пока мобилизованные, которые потом перейдут в мобилизованных. И зачастую им там выдают, кстати, знаете, как их еще теперь называют? Чмо. Чмо это значит, даже не чмоня, а чмо это означает частично мобилизованный. Так вот, вот этому российскому чмо выдают ржавые автоматы, просто ржавые автоматы. Посмотрите. Я говорю, ты пизда, ну, мне вообще не присвоился. Ну, я ничего комментировать не буду, ребята. Но могу сказать лишь одно, что вроде как это дано, чтобы вспомнили руки. Ну и то я вахуй. Вот, друзья, он в этом же эфире продолжает гнать на Шойгу, ну, вы знаете, фанерный генерал, маршал и так далее. Ну, это у него уже классическая тема. Но, что интересно, он же обычно про Путина вообще ничего не говорит. А тут он так начинает осторожненько спрашивать, а когда же уже Шойгу ответит за свой выдающийся кретинизм в управлении армией? То есть, это кому он задает вопрос? Ну, и дальше говорит, что Шойгу своим идиотизмом приведет войска НАТО под Москву. Послушайте. Извините, у нас есть министр обороны, у которого 8 заместителей, из которых только двое служили в армии. Сергей Кожугетович Шойгу не только ничего не потерял с точки зрения своего, как бы, профессионального положения. То есть, не только с него никто не собирается спросить за отсутствие новейших систем вооружения, за отвратительное снабжение, за выдающийся кретинизм в руководстве войсками, за провалы в военной разведке. Там можно перечислять долго, долго и долго. Еще раз вынужден показать комбинацию из трех пальцев. Так же, как я показывал ее в начале, в конце весны, в начале лета, когда говорил о том, что не получится ничего. Мы что, будем так любить великого маршала, который оставил нас без беспилотников, который вообще расставил таких генералов, диву даешься, какие они решения принимали. Будем ждать, когда он НАТО приведет под Москву, что ли? Так же Гиркин говорит, что вся эта деноцификация, демилитаризация, никому непонятно, какая-то чушь, никто не понимает вообще, что происходит и зачем нужно умирать. Интересно. Ну и в открытую уже говорит, что да, мы оккупанты, мы оккупируем территорию, Россия оккупант. Это говорит Гиркин. Послушайте. Российские войска несли на своих знаменах некие совершенно непонятные деноцификацию и демилитаризацию. Но если войска, по крайней мере, понимали поставленные задачи, то для структур, которые ехали за ними, было непонятно на самом деле ничего. Что надо было говорить вчерашним и даже сегодняшним на тот момент гражданам Украины, которые вдруг оказывались, независимо от своих желаний, независимо от своих устремлений, оказывались под контролем, ну будем прямо так говорить, оккупационных администраций. Потому что пока процесс воссоединения не завершен, это по факту оккупация. При этом хочу напомнить вам, что, собственно говоря, Гиркин это же та партия, которая толкала Путина к мобилизации, который прямо и непрямо всеми там подводил. Но теперь это мобилизация, как ее называют сами россияне, дебилизация или могилизация. Когда она началась, то теперь там у россиян только два выхода. Либо бежать из страны, как пытаются сделать многие, либо там, ну не два, несколько, либо как-то откосить, там и руки себе ломают, и что угодно придумывают. Либо накатить для храбрости и идти. Ну потому что нормальный вариант пойти и снести Путина к чертовой матери, это не для россиян. Тут у них мужества недостаточно. А вот выпить там бутылку водки и, значит, поехать в военкомат они могут. Ну тогда вот и получается вот это позорище, как это у них ужасно и позорно выглядит. Вот это алка армия, посмотрите. Это кавалеровский военкомат. Тут менты. Подожди, я не тебя снимаю. Почему не меня снимаю? Ну подожди, я снимаю военкомат. А меня как-то снимают? Вот он я, блядь, на передовую едем. Вот он чё. А вот он я. Ну, вот мы в таком состоянии все едем. Все в таком состоянии, ребята едут. Ну а то, что, например, в Омске происходило, там вообще, сколько такого по всей России происходит, не везде снимают. В Омске просто побоище. Тех, кого должны были везти, значит, мобилизованных, подрались с полицейскими, росгвардейцами, с криками, а чего вы не едете родину защищать? Просто какой-то, ну, позор. Посмотрите на это. Ходи, ходи, ходи. В общем, на этом фоне вот Гиркин и вылазит и рассказывает, и знаете уже о чём говорит, что давайте вообще госпереворот делаем. Да, не больше и не меньше. Но пока, типа, не Путина убрать, а Шойгу убрать. Зачем нам второй пилот, говорит, в кабине? То есть, намекая на Шойгу и его, значит, таёжный роман с Путиным, что пора его прекращать. Ну, в общем, в открытую говорит, что давайте тут уже перевороты. Представляете, что в России какие настроения? Послушайте. Ну, тогда давайте сразу, ну, если боимся снять Шойгу, потому что он переворот может устроить, вот, давайте мы тогда сразу перевороты устроим сразу. Чё уж там. Будет, по крайней мере, не будет вот этого раздвоения личности. Будет один человек выступать по телевизору. Ну, в общем, мы с вами знаем, что Гиркин, Стрелков это ФСБ, знаем, что они воюют с Минобороны, знаем, что Шойгу Герасимов не в части сейчас у Путина, знаем, что там внутренние идут войны. И это очень хорошо. Пусть они, как пауки в банке, грызут друг друга, а в это время у них там, ну, полная катастрофа и моральный дух упал вообще ниже Плинтуса. Послушайте, вот ещё один из перехватов, который сделали наши спецслужбы. Там уже, если что, в России чуть ли не переворот идёт, понял? Новые гарнизоны уже никого не отправляют сюда, формируют. Все отказываются мобилизироваться. В многих областях хотели объявить полную мобилизацию, но депутаты все отказались, эти мэры поняли, что никто мобилизировать не будет. Пишут все на Путина, чтобы отстранить от власти. Друзья, в такой ситуации, да, они нам ещё много выпьют крови, это надо понимать. И вот как сегодняшняя утренняя атака по Одессе, свидетелем которой я был лично. И много ещё чего впереди непростого. Но победа точно будет за нами. Потому что мы знаем, за что мы сражаемся. Мы объединены вот так, как в кулак. И этот кулак размозжит все их. И все их можно ещё выпустить сто пропагандистов. Ну, им уже особо даже и говорить нечего. Но информационная война тоже должна быть выиграна нами. И мы её тоже с вашей помощью выиграем. А для этого, друзья, подпишитесь, поделитесь этим видео. Ну и присоединяйтесь к нашему сбору. Держим строй! Слава Украине!